Ола, мегасы, вечер, добрый, Квантум с вами и добро пожаловать в сегодня угарная ферма, часть 12. Советую посмотреть предыдущие части по ферме на канале, не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые ролики, ну а мы начинаем, желаю приятного просмотра и лайк поставь, если хочешь, чтобы новая часть фермы вышла как можно скорее. Начинаем! Антон, Агиман, судак, шерсти, давайте, дружненько грузим нафиг. Грузим шерсть. Лови шерсть. В тебе пригнулся? Полец всего-то 580 килограмм весит, блин, ну все, на, нафиг. Всего 1000 литров. Да ямал-то светил. Все, у нас посажены поля, у нас растут пшеницы, наша задача заработать денег и построить коровник, а то Антону грустно. У нас же не было миллиона, давай столовую заработать. Да нет, стой, 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 ты монетку уронил. Можешь Антона Сакера познакомить? Иди посмотри, что я здесь построил, защиту от Антона, не кидай это. Я ему, кстати, не помогаю с этим. Все. Антон стоит неплохо. Пошел, а, это Агиман, заходи. Пошел, говорит, пошел нахер, хотел сказать. Не, это не трогает. Пошли вон, не рушьте мне мой форт. Любишь кооперативные и онлайн игры? Обрати внимание на игру с открытым миром и реальными российскими городами. Next RP. Здесь ты сможешь насладиться РП с другими игроками, вступив в одну из фракций. Например, в полицию, армию. А в последнем обновлении добавили новый автопарк, вертолеты и мотоциклы для ДПС. РП не для тебя? Тогда открой свой бизнес и развивай его масштабы. Или вступи на путь простого работяги. В новой работе дальнобойщика теперь можно приобрести свой собственный грузовик. Не хочешь играть по правилам? Вступай к местным бандитам. Для любителей стрельбы в Next RP регулярно проходят PvP-турниры на крупные денежные суммы. Уже сейчас идет турнир по королевской битве для команд из двух игроков. Скачивай игру по ссылке в описании. А чтобы подняться на старте было проще, вводи мой промо-код из описания. Там куча интересных бонусов для новичков. Продолжаем. Смотри, залез наверх. Прием. Давай, прием. До свидания. Смотри, смотри, смотри. Ведьма полетела. Ведьма полетела. Данил, еще одна монетка выпала. Все, у меня все равно твои монетки. Раняшку хочешь. А вот если ты сейчас уронишь, там уже по-моему один палет валяется. Не один, два. Серьезно? По-моему, два даже. Ёбаный рот. Я на воздушный шар улетаю от вас. До свидания. А, кстати, Агиман же хотел на воздушный шар. Да, я хотел на воздушный шар. Я полетел туда. Я... Кватум! Нет! Блин, блядь. Я видел... Тебя чуть-чуть добили. Ты что, потерпел крушение? Нет, не хватило. Чуть-чуть. Ноглухалась. Чуть-чуть. Ты дотянул, блядь. Трындец. Бери, короче, трактор дома стоит. Красненький такой, маленький. Так, Антон, цепляй его. Ставь 180 размер и авторазмещение. И езжай на поле номер 48. Так, Дизари, бери желтый трактор. Иди с Антоном. Сейчас я возьму в аренду тюка упаковщик, тюка сборщик. Какой в этом тракторе приборка, как в М5, в 90? Нифига. Да я заебусь, блядь, тут ездить. Что за поле? Ты к Дизари приедет. А ты на чем? Это что за пылесос? Я траву слегу. Я заебу, ебой мой. Парсаж. Парсаж, блядь. А мы дедом наебуем еще? Да дед что-то ничего не сажает. Мы будем с удовольствием. Да наебались, так сказать, да? Ага. Пока я сажал дед, посадили нас, получается. Да, дед что-то чухнул, наконец. А он больше не засаживает это поле после того. Вообще, кстати, абсолютно. Агиман, а ты иди домой к нашему леску. Пилить? Я буду делать зубочистки? Сейчас опять подъедешь к этим крайним деревьям, которые вокруг поля запретит. Он пилу, поэтому не дает. Ага. Я же знаю ваши наклонности, лишь бы нафиг вырубить деревья по бокам. Вообще у меня даже мысли не было. Дань, давай ты немножко не заметишь, не уследишь, а он спилит чуть-чуть. Да нифига. Ну всю семью, допустим. А ты, блядь, в лохотрон переиграл вот этих детских игру? Блин, зацепить дерево не можешь. Ведь он лопы захватывает. Да, да, да. Я смотрю, у тебя вся попытка неудачи, неудачи. Так, сплохо на тебя влияет. О! Агимана, помнишь, ты два дерева посадил? Вот бы дойти до этого места с этими двумя деревьями. Так оно же там, по-моему, разбаговалось, и оно куда-то захватывалось. Да, но странно. Можно ради эксперимента снова так близко посадить. Да, я пытался тогда посадить, но не сажается. Он тоже хитрожопая какая-то. Агиман, теперь смотри, бери бревна и закидывай их в прицеп. Чем, руками, что ли? Ну, ты же сильный. Всего 580 кг. Смотри, берешь его вот так вот и закладываешь вот туда, как по просу. Вот смотри. Ну, получается. Опа, хорошо пошло. Вантом любит с палками обращаться. Ванты просто часто палки кидает, вот он их хорошо знает, что с ним делать. Собак дрессирую. Видите, приходится. Агиман, я уже половину загрузил, Агиман. Иди пили, короче, больше у тебя толка на пропилке будет. Все, остойди, Зари. Сюда и подходи. Смотри, видишь, бревно лежит. Берешь бревно, вот так вот поднимаешь его, тащишь. У тебя мотошлем, безопасность превыше всего. И закидываешь вот в лесовоз сюда все это. Да это я умею, ща, да шо, да. Все, давай, грузи полностью. Это еще ерунда, я такое, знаете, творил. Капец, у Трейдисон их, как будто, блин, нагрузил их в Лувре. Все, один к одному, как будто в Эрмитаж зашел, молодец. Ты больше кушна? Конечно. Она издевается, наверное, да? Давай, продолжай, главное, работать. Да, я, короче, сидел, сидел, делал, я не понял, как-то прыжать. Наелся и спит, реально. Да, турин. Он, наверное, продолжает пилить при этом. Да, шо у вас происходит? Моя палка ему помогает, давай, давай. Давай, давай. Поднапнило. Давай, поднимай. Давай, давай. О, я помог, беденый сильный. Это ел палку положил. Блядь. Шо вы делаете? Грузи, грузи, Зари. Меня спасаем. Мы спасаем Агемана. КПД вообще стрим... ЕМАН! ЕМАН! Нормально, нормально. А чего все переоделись? Что можно себе позволить? А, это... У вас пензопилы? Что? Да ими нельзя пилить, нам запретили. Всем запретили. А ты, Агеман, пилитая штука, потому что вам нет доверия после прошлого сезона. Давай, чтобы было проще, сразу поеду и продам. Ну, я просто... Да нормально же, я догрузить хочу. Да не, сейчас тебя удивлю, смотри, куда тебе нужно продавать было. Смотри. Погоди, я Антона спрячу, я Антону там, когда тебе что-то делать. А-а-а, я забыл, то, что мы тут продаем. Да, мы здесь продаем, Билё. А-а-а-а! Долбоев, нахуй ты мне эту хуйню. 94 тысячи! Офигенная шерсть. Хорошо, что у нас есть овечки. Овечки это просто наши... Агеман, ты сейчас скажешь, хорошо, что у нас есть Рэнсен. А Рэнсен вообще загрузил все это. Нахуй одежду, если бы мы в итоге опять шерсть продаем. Ну, просто надо одежду ждать, а шерсть раз продал и все. Действительно, значит, все-таки, ну, одежда хуйня. А-а-а-а, ты хороший нашел подход. Было 40 тысяч, стало 187. Шерсть нас просто выручает, действительно. Я поехал, пацаны. Жесть, вы нагрузили, конечно, бревен сюда. Чекайте, 5 секунд перевернется. Не ври. У меня тут бревна. У меня бревна как распорки, не перевернусь. Не перевернусь, у меня бревна как распорки. Перевернешься. Уйди, жучара, отсюда. Ебать, я дикобраз, блин. Дикобраз. Вы бы видели, как я здесь везу по маленькой улочке и огревал эту огромную рогатку вашу дикобразную? Блин, да я застрел этим вашим дикобразом, опять на стоп намотался. Ну вот оно цепляет меня и выворачивает меня, вылавывает. Конечно, вот прокладка между рулем и сиденьем вообще ничего не решает. А я при чем? Да я хотел эту спилить, пока ты отвлекся. Не работает с этим типом деревьев, блядь. Такая мышь, блядь. Купил сюда хуйню, которые пили только большие. Я говорю, я на пару шагов вперед лидую. Я предугадываю все ваши действия. Тут это нафиг столбы спиливать, освещение уличное. А, столбы тоже мешают. Да, охренеть, зацепился за дерево этими ветками. Акиман, это ад какой-то. К-образно собирали адского какого-то. Теперь, блин, делай с ним что хочешь здесь. Вы что, охренели? Вам не разрешено пилить это дерево? Вы что, нафиг? Не, я у него права забрал, пацаны, нормально все. Задодосил, квантам, и получается. Офигели, а не понял. Да я еду через горы, мы там не проедем 100%. А эта рогатка слишком широкая. А что на этом поле растет огромное? Может, на это поле купим, продадим? Ячмей. Растет. Все, забирайте. Фу, довезли. Вот так вот, раз, вот так вот, два, трындец. Перевернется опять, у него опять елка огромный. Посмотри, что это все. Все, ебать. Тындец, елка. Это поворот в один конец. Все, все, все. Все, все, все. Все, все, раздогнался, зря, зря, зря. Все, олене сбил. Не, по-моему, нормально. Все четко, у меня не ври на меня. Поворачиваю, она сама потом спустя время поворачивается. Это пиздец какой. Да. А чего она не пилится? Не, не, ты подъезжай на X нажимай, она спилится. Ну, трендулайзер какой-то случился, блин, непредвиденный. Опять перевернулся? Лучше дизариваем, поехал. Антон, который ехал спасать меня, а где ты застрял-то? Ты зачем на этой штуке ехал-то, Антон? Я думал, я на нем тебя спасу, блядь, а я застрял, она не выезжает теперь. Бляха-буха. Вот перекрути ты балдой сверху и выбирайся оттуда. Бляха, у нас олень из нашего лесочка последние два съебаются. Как тебя срять можно? Типа нефиг там сидеть. Я по городу эту огромную елку увезу, это такой трындец. Наверное, люди в окна смотрят и офигевают. Так что, такой трындец. Я думаю, за такое бы пиздой были. Почелал лоб, почесаться захотел, высунул бошку, почесай. Как мультик Happy 3Friend. Скальп с него. Ой, ужас. Я, кстати, только сейчас тоже про это подумал. Я завез это нафиг сюда. Один раз только перевернулся. Ладно, раз никто не хочет, чтобы делился с эфиром, я его заберусь. Дизари, закинь его на член. Одна елка осталась. Пошли, пошли, его пощадим. Все, вы спилили вообще-то дерево уже, никого щадить. Нет, а мы его оставим. Еман вы все выпилили. Еман здесь лагает. Лес выпилили, а эти гады приходят, по старой памяти, думают, что здесь лесок у них. А тут трындец от леска остался. То есть, да тащи копье. О, бегают все, не распугались еще. Там у нас пшеница растет. Так, нам спать пора. Надо технику всю сдать арендованную и ложиться спать. А, все, пора убирать урожай. Только надо подождать, пока дождь закончится. Да, Еман. Слышу, пост тоже так-то еда заканчивает. Корми, пока я подготовлю новую партию. Слышишь? Что? Пока я болтю тебя. В смысле? Что? Я, блядь, забыла. Как? Объясни. Я забыла. Да как объясни ты? Так я с тобой разговаривал, отвлекся, смотрю, поле пшеницы. Так красиво. Думаю, дай заеду. Ты что нафиг наделал? Трындец. Я нечаянно. Я забыла, что это наше поле. Охренеть. Да трындец. Посмотрите, что за шоссе получилось. Трындец, говорит. Посмотри, беда. Действительно. Я забыл. Сужоль, сужоль. Заехал. На тебе нафиг. Бляха-муха. Говорит. Смотрю, поле красивое. Надо в него заехать. Включить авторазмещение. А какой дебил не включил авторазмещение, блядь? Вообще, мозг есть? Чего ты внутри стабачей построил? Ну, хорошо. А, я занимаюсь ландшафтным дизайном. А че я не еду? Хороший вопрос. Я. А, ты дурак? Что здесь случилось? Ах, ты пи***бол, блядь. Ландшафтным дизайном занимается. Его здесь не было, блядь. Убирай давай свою, блядь. Сейчас ты, блядь, добесишь меня? Я опять в поле заеду случайно. Блядь, все, я пошел, блядь, в поле тебя топтать. Я уже пошел в поле топтать. Я еще взял специально побольше красный трактор, блядь. Ты, блядь, ты у меня права отобрал? Че за пи***ня? Почему я в поле форшмачить не буду? Почему я по нему езжу, блядь, а ну не форшмачить? На каждое твое действие, а у меня есть контрдействие. Конечно, конечно, блядь, я тебе сейчас твое контрдействие. Ты думаешь, я так прост? Ты думаешь, я так прост? Хорошо. Так, вот, понять только с какой стороны такой, блядь, с этой стороны такой не отступляется. На блядь ты деньги тратишь, блядь. А фиг ли ты мутишь? Самый умный, думаешь? Думаешь, самый умный? Рута-дан-дан-дан, поехали, блядь. Поехали, с**ка. Мы здесь, блядь. Ладно, в тебе, блядь, да, я тебе сказал. Жесть то, что происходит. Я тебе все на**ь ломаю. А, и он мне еще доступ отобрал с собакой. Но я просто тебе все ломать буду, понимаешь? Да все, иди строй, нормально все делай. Я просто тебе все руинить за руиню здесь. Все, ты понял? Все, иди строй. Нормально, наша битва была легендарной. Мне будут писать потом мемуары. Да трындец, тут страшные вещи происходят. Да бляха, муха. Урожан уничтожить хотел. Гадость такая. Так, я пока пойду обхожу урожай, чтобы тебя не бесить этим. Чтобы тебя деревья не бесили. И буду готовить поле к уборке. Мы прямо, типа, мы деревья спилим, на**ь что? Нет, я поле обхожу просто и все. Я думаю, у меня праздник, может, сегодня день рождения. Квантум мне помогает. Деревья спили, да еще? Да, еще и деревья спили. В сказку какую-то попал. Видимо, сон. Нет, если так просто. Все, я убираю, в общем, пшеницу. Сейчас я от деревьев обхожу, чтобы нам проще было. Потом у нас будет пшеничка, соломка будет. Коровам будет вообще с кайфом жить. Агиман, специально для тебя стараюсь. Работаю на комбайне, обкашиваю от деревьев углы, чтобы ты не врезался и не волновался. Для тебя стараюсь. Да, постараюсь там целое поле просто, блин, сделай сразу, без меня. Блин, ну так, конечно, не уверен, что получится, но я стараюсь рулю комбайном. Прям, что-то я по курсу еду, чтобы ты улыбался, когда приехал сюда убираться. Я чувствую где-то подвоха. Нет подвоха никакого. Работаю, работаю. Комбайн какой-то маленький. Халтуришь, у нас здесь зеленый комбайн. Так на него жадку надо привести. Я как-то, знаешь, как-то плохо на желтом комбайне старался убирать, какие-то тут проплешины остались. Я не виноват, если что. Значит, ты плохо пытался мне помочь. Я все понял. Так, я, короче, сейчас прицеп куплю сразу, чтобы в него будешь выкидывать, там удобный прицеп. Здоровый, огромный. Ну, выгружай давай. 9000 литров пшеницы. А развернись в обратную сторону, наезжай, я пристроюсь к тебе, и ты закинешь зерно. Пристроюсь к тебе, не надо этого пристроиться ко мне. Я не Антон, я против таких вещей. Все, трубу выставляй. Сейчас я подойду к твоей трубе. Все, давай. Он чаялся так злобно, как будто... Скучит, как сцена для гачи. Все, я пристроился, Гиман. Готов. Отлично. Блин, тебе жалко, ты реально два раза поле проешь, оно закончится. Да, я про то же. Гимана наполняет. Просто прицеп на глазах наполняется. А ты посмотри, какие сзади форшмаки здоровые прям. Жесть. Гиман, помнишь, что у нас еще одно поле есть, которое мы засаживали? Неровное, которое. Да, да, дебильное вообще. Зачем мы его купили, почему мы его еще не продали, я не понимаю. Там хотя бы их не три, а одно. Уйдите, здесь не растет деревья. Что вы бегаете, бэмбики долбаные? Квантум купи копье. Мясо будем разводить и оленью шкуру. Да, мне кажется, это выгоднее, чем то, что мы сейчас делаем. Чего они сюда приходят? Это же даже не лес. Мы просто посадили там штучек 50 деревьев рядом. А они приперлись. Ну, 50 много. Да, причем не звал же, не звал же их никто. Они сами решили устроить сходку. Все, сейчас я прицеп большой привезу грузовой. Агиман, я еду. Я везу тебе прицеп. Хотя сейчас тоже буду убирать с тобой. Что, ты один, что ли? Конечно, ты не один, я тебе помогу. У меня кот в пакете застрял в ручке. Теперь бегает с этим пакетом. Ты дурак. Это просто иди отсюда. И что ты пришел сюда с этим пакетом, блядь? Чтобы я тебе помог. Естественно, естественно. Сука, ну это в натуре, да? Весь хозяин, мяу-мяу. Ты слышишь, кот у меня с пакетом шикручил? Он лег рядом со мной сейчас. Он лег на мышку, чтобы я спас его, понимаешь? Хитрая жопа какой. Да, это пи***ец. Лежит и мурлычет теперь. Спаси, говорит, меня. Я тупой. Я тупой, помоги мне. Все, Агиман, мы убрали поле. Иди жатку скидывай на прицеп и поехали на поле другое. Что такое медленное, Агиман? Жатка, мяу-мяу, ровно что ли, едет. Даже с... Чуть делать не можешь. Я скину ее, я скину. Пофигу, держись. Держись. Не падай. В огоню, блядь, я догоню. Не падай. Я догоню, блядь. Да встань. Встань, дренота. Что происходит? Пофиг, едем. Да бляха, муха. Проебал. Ты мне... Блядь. Пес мстительный, а. Понял, как со мной связываться. Да ты только вот так и можешь из-под тяжка гадить. Ты меня видел четко, прямо. Ты какой хитрый, блядь. Ты у тебя фальштар, блядь. Умник, блядь. Ну все. Мне пока еще разберись, с какой стороны. Ты быстрее заехал сюда. И что? Ты раньше поставил... Нет, слышь, мы это поле очень быстро уберем. Даже пьяный Вован или Васян или кто-то в дядя Витя не может убрать это поле. Смотри, что происходит. Я, короче, дядю Ваню починил алкоголика нашего. Он вроде работать стал. Правда, не вдоль, а поперек. Но все же работает. Агиман, сейчас будет стоять желтенький трактор. Садись в него и начинай собирать соломку всю. Птюки ее крутить. 62 тысячи литров зерна. Интересно, это много с поля или нифига этого немного? Типа вот по меркам фермерства, земледелия 62 тысячи. Это типа с огромного поля. Это вообще как? Был бы у тебя подписчик фермер, он бы тебе сказал. У меня такие, кажется, есть. Напишите в комментариях. Мне прям интересно. Артем, я говорю, 180 тюк. Что ты мне тут кокольки какие-то маленькие делаешь? У меня 180 стоит. В смысле, а почему ты такие мелкие выкидываешь? Выпердыши какие-то? Вот что это такое? Змея какая-то ползла, ползла резко, повернулась. И глаз какой-то получился. Что это такое здесь случилось? Это, видимо, я что-то когда возвращался обратно. Каждый раз когда поле погавал. Все. Поле убрали втроем. Теперь пойдемте на другое поле, которое под углом. Да, такую маленькую дорожку, конечно, убирать не очень круто. Но зато хоть поле доубираем. Не, мне нравится. Пшеница не убирается с зерной. Это вообще офигенная просто история. Тупо аномальная зона. Ну аномальная и аномальная, фиг с тобой. Не, это жадко называется? Или как это хрень называется? Жадко. Вот жадко какая-то. Жадко аномальная. Да, да, но мы же типа желтым он все за *** собирает. Ну да, а тут какие-то беды происходят с башкой. Да, да, да. Он вроде собирает, собирает, потом такой пашалот. И бля, я на этой ферме, знаешь, как кишачил много. Бля, хотя не видел. Я в телефон смотрел, извини. Правда. На хуй за рулем в телефон смотришь. Вот вам наглядный пример. Нельзя смотреть телефон за рулем. Все, мы закончили. Убирать все поля. Следующим этапом мы ставим коровник. Кормим коров и смотрим, сколько они дают молока. Это 12-я часть фермы. Как тебе серия? Пиши в комментариях. Квантум был с вами. До скорых встреч. Пока-пока. И про подписку на канал не забывай. И лайки ставить тоже не забывай. Пока.